Всем привет, друзья! Совсем недавно я показывал один видеоролик, в котором рассказывал об антирадаре. Очень классный сигнатурный антирадар TrendVision. И мне многие начали писать в комментариях, а смысл в нем, если есть два в одном? Видеорегистратор и антирадар. Сегодняшняя тема видеоролика именно о таком аппарате. К вашему вниманию, TrendVision два в одном. Итак, DriveCam Real 4K сигнатуры. Сигнатурный антирадар, друзья мои, со съемкой в 4K. Еще и с фильтром, с видеофильтром от заслепливания, от солнца и всякое такое. То есть здесь идеальное качество съемки, друзья мои, но это действительно стоящая вещь и обалденный аппарат. То есть я тот прошлый радар-детектор все установил, соответственно, в другую машину, а себе я решил поставить вот этот. Да, он, конечно, не дешевый, но сами вы должны понимать, что дешевыми такие вещи быть просто физически не могут. Если хотите что-то совсем дешевое, то закрывайте и ищите что-то такое, барахло какое-нибудь, потому что это действительно аппараты из такой элитной серии. Итак, друзья, кратко зачитаю вам, что этот аппарат может, на что он способен. Это немаловажно. Итак, значит, сигнатурный. Это очень классная штука, если кто не знает, что такое сигнатурный радар-детектор. Этот радар-детектор определяет непосредственно сам сигнал. То есть не просто ловит все подряд сигналы и пищит. Он определяет, от какого радара идет сигнал, он его выявляет и нам докладывает, что вот такой-то радар на нас направлен. Допустим, это искра, допустим, там какой-то еще, там, ну, разный кордон, много их разных радаров, которые у нас на дорогах установлены. И когда мы едем, он показывает, что какой радар установлен, стационарный радар, не стационарный. Плюс, друзья, мы, конечно же, здесь в него заложено еще и привязка по GPS к территориальному размещению непосредственно всяких радаров. Чем это классно? Бывает такое, что по GPS, вот, допустим, многие пишут, зачем мне это надо, я скачал с телефона, я знаю, где камеры установлены. Вот эти камеры и там, скажем так, всякие радары. И вот, когда вы едете, бывает так, что камера установлена, но она не работает. У вас будет постоянно высвечиваться, что оно работает, будет, допустим, на вот этом, которое у вас не вот этот, не такой, а просто скачанный на телефон или на другой там, на Android устройство. Но, когда вы используете вот такой вот аппарат, у вас получается так, что вы, мало того, что обнаруживаете, то есть, то же самое, что по телефону бы вы обнаружили, то есть, обнаруживается, допустим, камера и подтверждается, что сигнал от этой камеры исходит. Допустим, там установлен радар, работает она или нет. То есть, вы можете ехать спокойно, к примеру, показывает вам, что есть там камера, но она не работает, сигнал с нее не исходит, то есть, сигнала никакого нет. И вы спокойно едете на той скорости, на которой вы считаете нужным и все. И вам никаких штрафов не будет, потому что с нее сигнал не исходит. Часто бывает такое, что по трассе одна камера работает, другая не работает. На вот этих приложениях, которые к мобильным телефонам и к Android устройствам, там показывают, что они все работают. Вот, вы уже приближаетесь, вы приближаетесь, потому что там оно сделано не потому, как поймать сигнал от нее, а просто территориально, где были замечены, где установлены эти камеры. А здесь получается, мало того, что территориальная привязка, еще и плюс наличие сигнала в вашу сторону. Показало, что вроде как камера есть, но она не работает, сигнала нет. Все, спокойно едете. Ну, вот я так просто вам объяснил, чтобы вам было понятно. И сразу вам показывают, рассказывают, он говорит по-русски, какой сигнал оттуда непосредственно излучается. Это очень важно, немаловажно. Конечно же, здесь два языка, русский и английский. Обновление обновляется через интернет, то есть это все можно сделать. Подключаем мы к компьютеру и все без проблем. Значит, Wi-Fi есть, друзья мои, в нем есть Wi-Fi. Единственное, конечно, здесь недостаток, на мой взгляд, это камера заднего вида, которая к нему подключается. Она идет, опция, вот она, где-то тут была задняя камера, вот опция. Вот она в комплект, в стандартный комплект его не идет, к сожалению, не идет. Потому что сейчас уже везде эти камеры задние идут в комплект, практически в каждый регистратор. Ну вот, здесь немножко пожадничали. Производитель чуть-чуть пожадничал, на мой взгляд. Конечно, есть автомобили, которым она не нужна, допустим, если в грузовике где-то устанавливается, там, или что-то еще. Ну, как правило, там, попробуй проведи туда камеру назад, а если проведешь, то она будет грязная вечная и вообще ничего показывать не будет. По этой причине, видимо, они сделали ее как опцию. Здесь, конечно, ну, нету, ладно, может быть, когда-то пришлют мне еще и заднюю камеру, мы ее тоже протестируем. Итак, 3-дюймовый здесь IPS-дисплей, карта памяти, максимальный объем 128 гигабайт. Ну, как показывает практика, больше чем 128 нет необходимости брать карту памяти для видеорегистратора, даже это, мне кажется, много. Потому что потом замуритесь что-то найти. Будет столько много файлов, просто перегрузка с этими файлами, и когда вам нужно какой-то ролик найти, именно непосредственно какое-то происшествие, к примеру, там, в определенное время, то это найти будет очень-очень проблемно. Итак, процессор. Процессор здесь Mi Star 8629, довольно-таки прогрессивный процессор. Это для видеорегистратора вот такая штука. Значит, матрица Sony IMX415. Я считаю, что это довольно-таки хорошо. Мы посмотрим, как он снимает. Обязательно я сниму всю работу его. Сейчас только придумаю, как его установить, так скажем так, временно, потому что я хочу снять свой видеорегистратор и на место его поставить, чтобы у меня вместо того установлен был этот. Разрешение 4К 30 фпс, 2К 30 фпс, Full HD 30 фпс, HD 30 фпс и 2К Full HD. Это все он снимает. То есть выбираем разрешение непосредственно, какое мы хотим. Но, друзья мои, учитывайте, что 4К, конечно, это круто, но, конечно, фпсов маловато. Вот если бы было бы 60 фпс, ну, хотя бы даже не 4К, а Full HD и 60 фпс, я считаю, что это более лучше было. Потому что 4К не каждое железо тянет. Получается так, что для 4К компьютер должен быть очень хороший. Моя практика в обработке видео показывает, что как только я сталкиваюсь с 4К, это у меня проблема. Моя программа, ну, просто ее не выдержит 4К. Это начинает виснуть, ну, там железо должно быть очень хорошее у компьютера для того, чтобы обрабатывать 4К. Ну, хорошо, 4К так 4К, потому что сейчас стало очень сильно распространено. Хотя, почему я говорил, что фпс лучше, когда больше не стремится за вот этим вот разрешением, а стремится именно к скорости, к большему количеству кадров в секунду. Тогда на скорости можно прочитать номера. Вот самая главная цель. Ну, почему-то, ну, не хотят ставить 60 фпс. Вот не хотят и все. Ну, что ты сделаешь? Датчик удара, конечно же, есть. Просмотр видео есть. То есть, на нем можно прямо просматривать видео, если это надо. Друзья мои, циклическая запись, конечно же, есть. Внутреннее питание, суперконденсатор. Это круто. Сейчас многие видеорегистраторы снабжены литий-ионовыми батареями. Они перегреваются. И были случаи, когда эта литий-ионовая батарея даже возгоралась в автомобиле. То есть, она несет, как бы, большие неприятности, если что-то произойдет. Поэтому сейчас многие разработчики и производители видеорегистраторов начали уходить от литиевых батарей непосредственно в видеорегистраторах, а начали устанавливать суперконденсатор. Его вполне достаточно для нормальной работы, потому что видеорегистратор не рассчитан на то, чтобы, допустим, там, вышел и пошел снимать на улице. В этом необходимости, как правило, они уже жестко крепятся. И, ну, в общем, не для этих целей. Хотите снимать, у каждого в кармане есть телефон. Берите камеру, включайте и снимайте все, что вам необходимо. Я думаю, что лучше все равно ничего не снимет в данном случае, если вы будете где-то в дороге. Ну, давайте по порядку. Я вам сейчас покажу хоть, как он выглядит, а потом будем тестировать уже. Друзья мои, значит, выглядит он вот таким вот образом. Немаленький аппарат, абсолютно немаленький аппарат. Он, я вам скажу так, даже большой. Ну, как по мне. Вот такой крупный, крупный аппарат. Что здесь классно? Вот эта штука приклеивается непосредственно к стеклу. Клеим к стеклу. Здесь есть у него угол наклона, то есть меняем, да. И самое главное, мы его снимаем вот так вот на магните, он раз, и он ставится. Вот здесь вот контакты, вот они, контакты. Вот здесь прямо расположены. Вот и вот вот здесь контакты встречные. Они раз, и все, и соединились. То есть, если вам необходимо быстро удалить видеорегистратор, допустим, для съемки, или для того, чтобы не было съемки в определенных местах, хотя сейчас вы прекрасно понимаете, то блокпост, то что-то еще. Вот, тогда раз, снял его, и все, и крепление одно на стекле осталось, и все. Оно никому не мешает. Очень удобно и на место ставится. Фильтр, фильтр, смотрите как, тоже на магните. Обалденно сделано. Все приклеивается, все класс. Ну вот, посмотрите сами на это маленькое произведение искусства. Ну, в общем-то, я так понимаю, вы уже разглядеть смогли. Здесь уже карта памяти установлена. Я установил, только приобрел. Кстати, в комплекте она почему-то не шла. Здесь еще идет в комплекте, друзья мои, очень удобный вот такой вот мешочек. Мешочек для чего? Для того, чтобы... Хотя, да, еще один момент, друзья мои. Вы уходите с автомобиля там, где бывает, что в некоторых регионах воруют видеорегистраторы. Вы его сняли вот так вот со стекла и положили в этот красивенький мешочек. Вот так сделали и все. Положили себе в сумочку и носите его. Ну, чтобы не украли. Я думаю, что ворам вот эта штука явно не нужна будет. Кстати, вот эта штука, здесь еще GPS-антенна. Именно в ней установлена GPS-антенна. Вот здесь сейчас отдирается пленочка и здесь двухтронний скотч. Клеится на лобовое ветровое стекло. Там, где вам будет оно необходимо. Я имею в виду устанавливать. Ну, сейчас я установлю его на автомобиль и проедусь. Вот при этом ярком сейчас дневном свете прокачусь и поснимаем. Посмотрим, как он снимает. Погнали, проверим. Погнали, проверим. Крис. 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 Муляж. Стационарный радар. Ограничение. 90. Можно было бы легко сделать... Снижайте скорость. Крис. Эти моторы. Трубы. Положили бы. Вот так, как Олимпиада. И все. И засыпали бы. Вот сейчас речка через него проходит. Там оставили канал. Знаешь, чтоб пробегал. А поперед? И все. И засыпали бы. Пост ДПС. Ограничение 90. Платон.